В Крыму не хватает рабочих, сварщики, электрики, токари и водителей. Сегодня возглавляют рейтинг самых востребованных у работодателей профессий. При этом и заработная плата у представителей этих специальностей из-за отсутствия конкуренции вполне высокая. Как можно решить подобные кадровые проблемы? На примере предприятия «Крымтролейбус» выясняли наши корреспонденты. Нехватка рабочих специальностей – это итог непростого переходного периода. Многие рабочие в поисках лучшей жизни перебрались на заработки в другие регионы России. Крымский рынок труда стал нуждаться в квалифицированных токарях, слесарях, электриках. Речь еще идет о том, что в Крыму те, кто готов был работать, уже уехали. А сейчас развиваются наши предприятия и потребность есть, но нет тех людей, которые подготовлены и готовы работать на эти специальности. Ощутили на себе нехватку специалистов и на предприятии «Крымтролейбус». Правда, и нашли вполне простое решение проблемы. Как говорится, совместив приятное с полезным. Сейчас здесь обсуждается возможность организовать сборку троллейбусов. Это позволит сэкономить внушительные суммы денег. Если сборку осуществлять здесь, в Крыму, мы на каждой машине сэкономим минимум 200 тысяч, максимум до полутора миллионов. Это при условии крупноузловой сборки, а не полного цикла производственного. Поэтому сейчас думаем, считаем, как оно лучше будет. Ну и опять же, ремонт троллейбусов мы все равно производим. Когда машины будут собраны, допустим, на нашем производстве, то изначально наши рабочие уже будут знать все тонкости, все нюансы. Но самая главная сборка на базе Республиканского парка позволит повысить квалификацию уже работающих мастеров. А кроме того, даст возможность создать около 25 дополнительных рабочих мест. На нашей базе работают грамотные, обученные специалисты, не менее 5-6 разряда, слесари, сборщики, электрики, электронщики. То есть мы готовы. Но если учитывать, что будет собираться новый подверной состав, то, естественно, будут набираться новые кадры, как электронщиков, слесарей, сборщиков, кузовных профессионалов и тому подобное. То есть это еще будет оговариваться с отделом труда и материальной зарплаты. Ремонтные мастерские и крымтроллейбусы сейчас собственным транспортом заняты не полностью. Почти половина помещения сдается другим предприятиям. В случае же, если договоренности будут достигнуты и узловая сборка наладится, здесь одновременно смогут собирать и ремонтировать более 20 троллейбусов.